Говорит Спортруппер! И сегодня мы с вами поговорим про шоссейные велосипеды Giant. Погнали! Итак, вы в комментариях под видео про историю велосипедного бренда Giant голосовали, о какую же категорию нам стоит разобрать следующую, то ли горные, то ли шоссейные, то ли городские велосипеды, и был однозначный интерес именно к шоссейной категории. И надо сказать то, что мне лично всегда было интересно разобраться во всех этих названиях у Giant, будь то там Pro, Advanced, SL, SLR и так далее. И на самом деле надо сказать спасибо как и глобальным материалам Giant, так и российскому представительству, потому что общие материалы по бренду и по технологиям очень систематизированы и с ними удобно работать. По таблице, по которой мы с вами будем заполнять, у нас на самом деле все без изменений. И как всегда, мы первый столбец отдаем категориям, которые мы с вами будем рассматривать. А три последующих столбца у нас и являются теми самыми отличительными характеристиками, которые отличают один велосипед от другого, ну скорее одну категорию от другой. То есть показатель комфорта это притянуто за ушами то, насколько вертикально вы сидите на велосипеде. Потом показатель аэродинамики это то, насколько вы горизонтально сидите на велосипеде, а также насколько высокий коэффициент аэродинамики у самого велосипеда. А ширина покрышек не только определяет вашу конечную скорость, а также влияет на ваш конечный комфорт, что на самом деле является чуть ли не важнейшим показателем, когда вы ездите на шоссейных велосипедах. И по материалам рам у бренда нету никаких сюрпризов. То есть тут есть как и алюминиевые варианты, причем их несколько, и такая же история у карбоновых рам. И начнем мы с самой серединной категории, которая называется Classic Шоссе, где на самом деле все показатели являются серединными, то есть средними. То есть это, например, тот же комфорт рамы 3 из 5 или коэффициент аэродинамики. То есть это тот самый велосипед, который достаточно легкий, в меру жесткий, достаточно быстрый, ну в общем универсальный шоссер для хорошего катания. Ширина покрышек здесь встречается как и в современном формате 28 мм, так и в классическом гоночном варианте 25 мм. И первой моделью, которую мы с вами рассматриваем, является такой классический алюминиевый шоссер под названием Content. Он сделан из базового алюминия, который называется Alux Great, и на самом деле тут есть несколько достаточно интересных технологичных фишек, которые не оставят вас равнодушным. Например, геометрия велосипеда сделана по технологии Compact Road, и это на самом деле уникальная история у того же Giant, то есть это уменьшенный размер переднего и заднего треугольника за счет игры геометрических форм велосипеда. Помимо всего прочего, на велосипеде стоит также и уникальная рулевая, которая называется Overdrive, то есть это разный диаметр подшипников сверху рулевого стакана, а также снизу. То есть сверху у нас стоит более маленький формат подшипников, то есть это дюйм одна восьмая, а снизу стоит более широкий дюйм одна четвертая для того, чтобы и поворачиваемость была лучше, а также жесткость. А в остальном это супербазовый алюминиевый классический шоссер, который бывает на комплектующих уровнях Shimano Soro до Shimano Tiagro, а также тут бывают два типа тормозов, как и ободные, так и дисковые и механические, но дисковую механику я вам не рекомендую брать, потому что это просто тупо бессмысленно брать такого уровня велосипед, так еще и с супертяжелой дисковой механикой, ну в общем нет, это бред. А карбоновый классический шоссер у нас представлен моделькой, которая называется TCR, и на самом деле она достаточно прилично отличается от всех существующих классических карбоновых шоссеров среди всех конкурентов. Дело в том, что TCR это Total Compact Road, что переводится примерно дословно как максимально компактный шоссер, и тут они реально не соврали. Дело в том, что здесь как и передние, так и задние треугольники у велосипеда очень компактно по сравнению со всеми конкурентами, которые существуют на сегодняшний момент на рынке. И это сыграло свою ноту, что велосипед стал суперлегким, супер жестким, а также суперманевренным. По сути, это гоночный болид, который создан как и для тренировок, так и для соревнований на неровном рельефе. То есть надо понимать, что максимальный потенциал велосипеда вы раскроете только на переменном ландшафте. Теперь мы перейдем в сторону большей скорости по хорошему асфальту, то есть по шоссе, и на очереди у нас аэрошоссейная категория, которая при всем при том жесткая, но при этом более аэродинамичная. Ширина покрышек у Джайнта исключительно 25 мм. И это указывает на то, что велосипед предполагается только для изумительно хорошего асфальта. Ну, что, кстати, неудивительно. Итак, модель под названием Propel это аэрошоссер, который создан для езды по хорошему асфальту с минимальным набором высот. То есть это обратное состояние от того же TCR, который мы только что рассматривали. Он супер аэродинамичный, причем у этого велосипеда даже есть геометрические отличия внутри модели, когда мы рассматриваем разные комплектации. То есть, например, моделька, которая имеет базовый Carbon Advanced, но имеет, прямо скажем, достаточно базовую подсидельную трубу, а также подсидельный штырь для аэрошоссейных велосипедов. То есть этот элемент велосипеда более плоский, продольный и так далее. И в этом нет ничего удивительного. Просто велосипед так делается более жестким, а также более аэродинамичным. А вот моделька уже с более высоким уровнем карбона имеет уже более круглые трубы, а не продольные. Но зато подсидельная труба идет вплоть до самого седла. То есть подсидельный штырь здесь настолько коротенький, что он просто прячется в подсидельную трубу вплоть до седла. И на самом деле это тоже крайне интересное решение для того, чтобы минимизировать вес, но при этом сохранить жесткость велосипеда. Кстати, модель Propel мы не встретим на алюминиевых колесах, только на карбонах, что на самом деле супер логично, так как эффект аэрошоссера с точки зрения аэродинамики достигается только при наличии высокопрофильных карбоновых колес. Спускаемся в сторону комфорта вниз. И здесь у нас на очереди, на мой взгляд, самая универсальная категория, которая подходит для скоростной езды в России, а именно Endurance шоссе. Эта категория уже более комфортная и чуть менее аэродинамичная, но это и то, на самом деле в большей степени условно. Для новичков на самом деле эта категория является просто идеальной, потому что вы по сути катаясь на хорошем более или менее асфальте, достигаете относительно высоких скоростей, но при всем при этом еще и сидите довольно комфортно. Комфорт, кстати, также и достигается за счет использования более широких покрышек, а именно 32 мм. И модельный ряд под названием DeFi, это на самом деле первая модель, где активно начинает использоваться такая технология под названием Diffuse. Она, безусловно, встречается также и в некоторых моделях, которые мы, кстати, в том числе и рассматривали до этого. Но там это происходило лишь в каком-нибудь подсидельном штыре, а начиная с модели DeFi, это уже используется как в подсидельном штыре, так и непосредственно в руле. По сути, Diffuse это особый карбон, который сделан в виде D-образной формы, который позволяет изгибать конечное изделие так, чтобы оно дополнительно гасило вибрации. И вот такая вот игра карбона и происходит. Модель DeFi это на самом деле достаточно занятное решение, как можно гасить вибрации с помощью самого карбонового материала, а не там втыкать какие-то амортизационные вилки и так далее. Ну, в общем, интересное решение. И модель DeFi существует исключительно в карбоновом варианте, причем комплектаций достаточно много, от самых начальных до супертоповых даже с карбоновыми колесами. Следующей категорией у бренда являются гравийники. И тут на самом деле есть целые две нити рассказа, и мы начнем с первой, с самой верхней. Комфорт рамы у нас уже достаточно высокий, но и при этом скоростные показатели аэродинамики, если мы говорим про езду по шоссе, тоже уже снижаются. Но это мы говорим про шоссе, но если вы попадаете на бездорожье, то подобный велосипед уже позволит вам задать жару всему, что находится вокруг, но правда мы говорим здесь только про легкое бездорожье. Никакого месива. Ширина покрышек у этой категории варьируется от 38 до 40 миллиметров, что на самом деле нам показывает, что это на самом деле спортивный гравийник, то есть подобный велосипед стоит использовать на легком бездорожье, а также его можно легко использовать на плохом асфальте. И моделька под названием Revolts существует как в алюминиевом, так и в карбоновом вариантах. И на самом деле это очень хорошо, потому что велосипед по сути можно купить на любой кошелек. Алюминиевая версия идет полностью на сквозных осях, причем есть достаточно интересный флип-чип сзади, который позволяет как и увеличивать, так и укорачивать колесную базу велосипеда, что особо актуально для подобного типа велосипедов. Если вы, например, едете по шоссе, то вы используете длинную базу, а когда вы съезжаете с трассы в какое-то непонятное месиво, и там есть извилистые дорожки и так далее, то тут как раз-таки вам поможет тот самый флип-чип, который уменьшит вашу колесную базу. Безусловно, здесь также есть и та самая технология, играющая у карбона Diffuse, которая позволяет уменьшить вибрации при том же бездорожье, потому что, как вы понимаете, мелкие камешки и так далее на покрышках 38 все равно будут чувствоваться. А в остальном комплектующие здесь подобраны во всех комплектациях, ну, скажем так, достаточно стандартно с точки зрения любого скоростного гравинного велосипеда, то есть это система формата субкомпакт, две звезды спереди и так далее. Карбоновая версия Revolta – это, по сути, все то же самое, что и алюминиевая версия, только рама, естественно, карбоновая. Но, кстати, я хочу отметить очень интересный момент, что абсолютно все комплектации и алюминиевого, и карбонового Revolta идут с двойником спереди. Это особо приятно, что Джайант не бегут за марксингом «А, нам нужна 1Х-система на гравиннике» и так далее. Полный бред. Подобный велосипед, как вот этот вот Revolta, который предназначен как и для шоссе, так и для бездорожья, просто обязан иметь двойник спереди. А вторым направлением гравинников у нас является более комфортный и более проходимый вариант, который имеет ширину покрышек аж 50 мм. Это, на самом деле, крайне редко встречается среди всех гравинников на рынке. Причем все ноу-хау модели под названием Revolta X на тех же покрышках не заканчиваются, потому что обратите внимание на ту же вилку. Она здесь амортизационная. Эти карбоновые гравинники, и да, алюминиевых версий у Revolta X просто не существует, имеют на борту короткоходные амортизационные вилки, которые имеют ход подвески 40 мм. Такая вилка в сочетании с теми же широкими покрышками 50 мм как раз таки и обозначают то, что подобный велосипед должен использоваться в первую очередь для бездорожья. И, на мой взгляд, подобные гравинники максимально приближены к тем же MTB-картелам, которые существуют на рынке, потому что мало того, что у Revolta X на борту всегда один их системы, так еще и подседельный штырь всегда идет с дроппером. Ну, то есть вы сами понимаете. И тут у многих людей возникает вопрос, а зачем брать такой гравинник, если можно просто взять какой-нибудь карбоновый MTB-хартел? И на самом деле я соглашусь с этими людьми. По сути, такой велосипед как Revolta X может существовать в нашей полосе только в двух сценариях. Первый сценарий – это если вы катаетесь как и по шоссе, так и по бездорожью достаточно продолжительное время, то есть, например, от 2 до 5 часов за раз. Потому что если вы, например, катаетесь 1,5-2,5 часа, то MTB-хартел вам просто за глаза. А второй сценарий – если вы любите кататься на шоссе, но при этом в межсезонье, то есть это там поздней осенью или, например, ранней весной, и тогда Revolta X вам тоже будет по душе. За счет более широких покрышек, а также амортизационной вилки, ваша общая скорость будет снижена, но зато сцепление ваше будет на пределе высокое, что очень хорошо в плохую переменную погоду. Заключительной категорией у бренда является циклокросс. И на самом деле это суперспортивные агрегаты, ни в коем случае не путайте их с теми же гравильниками. Он, безусловно, короткий, легкий, жесткий, и хоть он и создан для езды по бездорожью, но при этом его назначение – это баланс между динамикой и легкостью. Существуют они только в карбоновом виде, то есть алюминиевых версий не бывает, и также имеют на борту такие технологии, как Diffuse или Overdrive 2.0. И вот такая вот у нас с вами получилась картина по всем шоссейным велосипедам Giant, и пришло время окунуться в комплектации этого самого бренда. Причем я буду рассматривать именно комплектации, которые либо есть в России, либо поставляются в Россию, потому что чего обозревать того, что у нас по сути на рынке нету, в этом нет никакой необходимости. И взмахом волшебной палочки мы с вами видим вот такую вот на первый взгляд Абрукадабру, но прежде чем перейти к ее раскрытию, давайте уберем пустоты, которые могут удивить многих. И если никого не удивит тот факт, что в России нет ни одного циклокросса от бренда Giant, а на самом деле, слава богу, это не удивительно, то отсутствие эндурон шоссеров под названием The Fight для меня лично это реальный шок. Это, на мой взгляд, та самая категория, которая словно лягушка сидит на корточках и ждет того самого прыжка, которым она обгонит все категории, которые находятся и справа, и слева, то есть это и классическое шоссе, и даже те же гравинники, поверьте моему слову. Возможно, там конечная цена на те же DeFi получается настолько высокой, что поставщик Giant, компания Fetathlon, просто их обходит стороной. Но на самом деле, я считаю, что это не совсем справедливый подход, потому что общий уровень цен в нашей стране достаточно серьезно растет. Просто вспомните, как быстро разлетались те же эндурон шоссеры от компании Merida под названием Sculpture Endurance буквально за несколько дней, как только они появлялись в России. Или на самом деле достаточно посмотреть, а сколько штук того же каньона Endurace сейчас возится в Россию, и на самом деле многие поставщики будут приятно удивлены. Таких велосипедов реально немало. Но работаем с чем работаем, и начнем мы с моделькой Irish-сейных велосипедов, которая называется Propel. И они, по сути, есть в двух комплектациях. Первый из которых называется Advanced 2 на 105-й системе, что я отмечаю зеленым цветом. И вторая комплектация – это Advanced SL1 на SRAM FORCE AXS, что я отмечаю фиолетовым цветом, ну, как более совершенная моделька. И как я и говорил выше, комплектация Advanced SL – это не просто более крутой карбон, который используется в самой раме, это также и некоторое геометрическое изменение самого велосипеда в пользу большей жесткости и минимизации веса. Модель Contents существует в одной комплектации на базовом алюминии под названием Alux, и на компонентах уровня Shimano Soro с ободными тормозами, ну, в общем, как первый шоссер, это на самом деле более чем. Поверьте, не надо вам никаких там классических шоссеров, даже на системе Tiagra, на дисковых механических тормозах, это реальный бред, на мой взгляд. Да, я сам себе закапываю яму, потом людям буду советовать на дисковых тормозах велосипеда начального уровня, но это я буду советовать лишь от отсутствия любых ободных версий. Карбоновый классический шоссер под названием TCR бывает в трех комплектациях, и тут их стоит разобрать по отдельности, начиная с комплектации Advanced 1. И этот гоночный болид, на первый взгляд, крутой, который идет на механической трансмиссии уровня Shimano Ultegra. А вот есть также и другая комплектация, которая имеет приписку PRO с нумерацией 2, но она при этом идет на системе уровня Shimano 105. Что тут какой-то диссонанс получается, почему же PRO 2 сильно хуже, чем Advanced 1. И на самом деле тут все не совсем так, и вы правильно поняли изначальную логику, что чем меньше цифра у комплектации, тем эта самая комплектация круче. И именно поэтому комплектация Advanced 1 идет на механике Ultegra, когда комплектация Advanced PRO 2 идет на механике 105. Но вот эта вот самая приписка PRO, которая нас с вами смущает, она показывает то, что в велосипеде используются более высокого уровня карбоновые детали. Это касается не рамы, рамы мы не касаемся, за раму отвечает магическое слово Advanced, либо другое, а именно PRO отвечает за, скажем так, палки. То есть это руль, вилка, или там даже колеса, ну в общем за все другие карбоновые детали, в отличие от рамы. А вот существует комплектация под названием Advanced SL 0. И это на самом деле практически самый лютый жир, который есть у бренда, потому что в велосипед с точки зрения комплектующих воткнуто просто все. Ну то есть это электронная трансмиссия Shimano Dero SD 2, суперские карбоновые колеса, фантастические детали и так далее, но вот рама на самом деле не самого топового уровня. Потому что у бренда есть более высокий уровень карбона под названием SLR, то есть SL это предфинальная точка у бренда. И кто не помнит всю градацию бренда Giant, я вам рекомендую по подсказке, а также в описании к этому ролику, перейти по ссылочке и посмотреть про историю бренда Giant, где я и рассказывал про эти самые технологические штучки. Алюминиевый гравинник Revolte хоть и на первый взгляд представлен всего двумя похожими комплектациями под номером 1 и 2, но вы не поверите, у них довольно-таки разные рамы. У модельки Revolte 1, которая идет на системе уровня Shimano GRX 400, рама на самом деле среднего уровня с точки зрения всего алюминия, которое есть у бренда, а именно Alux SL, который сделан из марки 6011. А вот комплектация под названием Revolte 2, которая идет на системе уровня Shimano Soro, уже на самом деле идет на достаточно базовом алюминии, который называется Alux классический, который он сделан из марки 6061, которую все знают в этом мире. А вот карбоновый гравинник, вездеход под названием Revolte X уже бывает только в прокачанных прокомплектациях под нумерацией 0 и 2. У нулевой комплектации вилка идет от бренда Fox, а именно Float 32 и система SRAM Force на электронике. На самом деле это очень жирная комплектуха. А вот комплектация Pro 2 идет на системе уровня SRAM Rival, причем механическая, а также вилка здесь стоит, RockShox Judy Explore, то есть это гравийное подразделение с коротким ходом той самой подвески. Ну в общем достаточно простенькая, ну прямо скажем относительно простенькая комплектация. И кстати, обе эти комплектации идут безусловно на карбоновых колесах, потому что опять же вот эта самая приписка Pro и дает нам намек, что здесь используются классные карбоновые материалы. И вот такой вот у нас с вами получился большой экскурс по всем шоссейным велосипедам Giant. И на самом деле я буду очень рад вашей обратной связи по проделанной работе в виде комментариев, лайков или даже дизлайков. Если у вас есть личные впечатления от использования того или иного велосипеда, который мы сегодня с вами рассматривали в этом ролике, обязательно пишите в комментариях, потому что у нас очень активное сообщество, которое интересуется комментариями, которые вы оставляете под видео. И поверьте, это лишь добавляет, и без того достаточно большой разговор про шоссейные велосипеды Giant, но тем не менее, ваш опыт лишь дополнит общую картину. Подписывайтесь также обязательно и на телеграм-канал, потому что я там не так давно рассказал подписчикам о том, что я буду этой зимой особо фокусироваться на те же беговые лыжи. Мне реально лично очень интересно разобраться в более подробной беговухе вместе с вами, я думаю, вам тоже будет интересно. И, друзья, с вами был Спортрупор, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok